МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите далее в выпуске. Эвакуация из Донбасса. В Одессу прибывают все новые беженцы из восточных регионов страны. Постоянные перестрелки, постоянные бомбежки. Люди ночуют в подвалах. Страшно. Под Одессой восстанавливают воинскую часть. Там будут служить связисты из Крыма. Прощай, пляж. Попытка чиновников отмыть деньги может обернуться экологической катастрофой в Крыжановке. Эти и другие темы далее в программе. Здравствуйте. Каждый час о событиях страны и города для вас сюжеты корреспондентов главного телеканала Одессы. В студии Антон Равицкий. Вы смотрите «Время Одессы» на Первом городском. Битва за восток Украины. За минувшие сутки на Донбассе погибло еще пять украинских военнослужащих. А с начала антитеррористической операции число жертв среди наших бойцов достигло 200. Наступательная фаза продолжается. Украинская армия удалось освободить еще несколько населенных пунктов. Потери со стороны сепаратистов исчисляются сотнями. Тем временем Россия закрыла границу и строит огневые позиции в непосредственной близости от кордона с Украиной. За развитием событий на Востоке следит Валерия Наумова. Это кадры ночных боев на горе Карачун, где сейчас базируются украинские военные. До глубокой ночи артиллеристы наносили массированные удары по группам боевиков в Славянске. В ответ террористы обстреливали украинские позиции. В результате погиб один военный, еще трое ранены. За сутки нашей армии удалось освободить три населенных пункта – Закотная, Брусивка и Старый Караван. Украинская армия наметила 120 объектов, по которым ведется огонь. Один из вражеских лагерей полностью уничтожен. Всего за последние сутки силы АТО потеряли пятерых солдат. 21 человек ранен. Убитые со стороны террористов исчисляются сотнями. При этом пути отступления для последних перекрыла и Россия. Раньше ополченцы свободно пересекали границу в трех пунктах пропуска. Теперь они в ловушке. Кроме того, на российской стороне появились еще и огневые позиции с тяжелой бронетехникой. Три дня назад мы увидели разведку сопредела. Одна БМП, два Урала. В украинской госпогранслужбе их заметили в непосредственной близости к границе, напротив Донецкой области. Здесь постоянно перемещаются подразделения вооруженных сил России. С украинской стороны тоже намерены укреплять границу. Кабмин уже рассматривает возможность внедрения инженерных разработок. Принято решение, что мы в одностороннем порядке будем этот процесс проводить. И первые модели укрепления границ на этот счет, а это несколько миллиардов гривен, уже рассматривались на комитете министра. А еще правительство всерьез займется проверкой эффективного использования средств, которые выделяются на безопасность и оборону страны. Спецкомиссия должна предоставить отчет в течение трех дней. Из бюджета выделяются миллиарды. Но украинские солдаты до сих пор не обеспечены бронежилетами, касками и современным вооружением. Это привет, Порошенко. Валерия Наумова, Первый городской. Восточные области Украины будут восстанавливать за деньги Запада. Страны Евросоюза выделят полтора миллиарда евро на реконструкцию объектов инфраструктуры в городах, которые пострадали за время войны с террористами. В первую очередь деньги пойдут на восстановление жилых кварталов и создание новых рабочих мест. На данный момент больше всего от обстрелов пострадал Славянск. Там разрушен городской водопровод, несколько заводов и школ. Также не работает водонапорная станция на канале «Северский Донец-Донбасс», обслуживающая Донецк и другие крупные города региона. Существуют проблемы с электросетью. Придется восстанавливать железнодорожное сообщение, так как боевики регулярно взрывают пути. Суперсовременный Донецкий аэропорт также разрушен. Общий ущерб, нанесенный восточным регионам за время войны, пока неизвестен. Эвакуация с востока Украины. В Одессу прибыл очередной поезд с беженцами из Донецкой и Луганской областей. Уехать из зоны конфликта людям помогают волонтеры и общественные организации. Многие переселенцы находят в Одессе новый дом. О жизни беженцев репортаж Дмитрия Долматова. В 24 года у Ярослава уже заметны седые волосы. Из Краматорска он приехал неделю назад. За время боевых действий парень слышал взрывы, прятался от обстрела и видел много убитых людей. Большинство из них были мирными жителями. Бомбят, постоянные перестрелки, постоянные бомбежки. Люди ночуют в подвалах. Страшно. Я просто устал засыпать и просыпаться под взрывы. Мне просто действительно стало страшно. Я молодой человек, который хочет жить, который хочет просто мира. По словам Ярослава, на его малой родине людям вместо украинских паспортов вовсю выдают российские или документы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Парень отказался менять гражданство и переехал в Одессу. Здесь нашел жилье, теперь ищет работу. На Донбассе у него остались все друзья и родные. Ежедневно из зоны боевых действий уезжают сотни беженцев. В Одессу их прибыл уже около тысячи. Среди переселенцев много инвалидов и детей. Всех расселяют в местных санаториях. Управляются сегодня на одну из баз, расположенных в бояках. Там база оборудована специально для людей такой категории. Вторая группа, которая передвигается самостоятельно, едут в Сергею. Тем, кто не смог покинуть зону конфликта, присылают гуманитарную помощь. В лагерь для беженцев в Святогорске доставили 25 тонн медикаментов и продуктов питания. Мы видим пряник, трупа, сахар, рис. Люди благодарны за помощь. Из-за военных действий в лагере не могут полноценно содержать всех переселенцев. Казначейство не работает. Мы не можем получить деньги, чтобы оплатить детям питание, коммунальные услуги. После возобновления активной фазы антитеррористической операции, число жертв с обеих сторон растет с каждым днем. Только по официальным данным, за время боевых действий погибло не менее 160 мирных жителей. Беженцы скучают по малой родине, но возвращаться домой пока боятся. К тому же после бомбежек и артобстрелов у многих домов уже нет. Дмитрий Долматов, Юрий Шинкаренко, Первый городской. Эвакуированные из Донбасса инвалиды, живущие в санаториях под Одессой, со дня на день рискуют остаться без питания и лекарств. Государство не выделяет денег. К тому же люди не могут получить пенсии и пособия. Их карточки заблокированы. В проблеме разбиралась Ксения Ноздрова. Сбежав от войны, семья, ограниченная в возможностях, не смогла убежать от проблем. Собственных денег у инвалидов нет. Даже на памперсе для младшего ребенка. Жена Василия Марина, побывав в двух декретах подряд, просто разучилась работать. Она понимает, без помощи волонтеров и государства двое ее малышей обречены. Нет, нет. Мы сами себя прокормить, наверное, не сможем. Нет, ну если придется как-то выживать, все выживают, как умеют. Но это будет очень сложно. Надеяться на государство не приходится. Оно даже не смогло решить вопрос пенсий, которые чисто физически беженцы не могут получить на Востоке. А карточки заблокированы. Инвалиды живут по несколько месяцев без выплат, гарантированных государством. Рассчитаться с санаторием за проживание людей, госбюджет тоже не в состоянии. В Киеве мы будем стоять, может быть, сидеть или даже лежать на ступеньках в кабинет министров, вход в кабинет министров и просить все-таки обратить внимание на эту проблему. 350 инвалидов нужно не только кормить, но и обеспечивать лекарствами. Медикаментов на всех не хватает. В личных аптечках инвалидов еще остались препараты, привезенные из зоны боевых действий. Но и они вот-вот закончатся. На данном этапе есть. Но это лекарство на 2-3 дня. Потому что мы его привезли с дому. Есть такой человек, у которого сахарный диабет. Инсулина тут нет. Понимаете? Лекарства для людей с ДЦП, синдромом Дауна, сахарным диабетом стоят сотни гривен. Переселенцам помогают волонтеры и сотрудники санатория. Но беженцам сложно чувствовать себя еще более ограниченно. Ведь они приехали в Одессу за покоем. Ксения Ноздрова, Первый городской. Под Одессой восстанавливают воинскую часть. Связистов из Севастополя перевели сюда после оккупации Крыма. Восемь лет территория части пустовала. От помещений остались только стены. Ремонт приходится делать почти с нуля. К осени обещают закончить. Пока же военные вынуждены ютиться в старых помещениях или снимать квартиры за свой счет. Подробности в репортаже Юрия Гальченко. Мы несколько месяцев назад пытались попасть в эту воинскую часть. Не пустили даже на порог. Удалось раздобыть пару фотографий интерьеров. На них рваные матрасы до раскладушки. Теперь тут сделали ремонт и рады гостям. В этом здании будут жить контрактники. В отличие от срочников, которые теснятся в казармах, у них отдельные комнаты. Здесь уже штукатурили стены, переселили крышу, теперь обновляют коммуникации. Это будет холостяцкое общежитие. Комнаты получают только неженатые военные. Семейным приходится снимать квартиру за собственные средства. О деньгах на ремонт в части говорят неохотно. Собирали всем миром. Более восьми лет эти помещения пустовали. Часть расформировали, а территорию забросили. Теперь решили восстановить. Сейчас тут служат около ста крымчан, которые остались в верной присяге. Пока идет ремонт, большинство военных живет в старых корпусах. Но туда прессу не пускают. В каких условиях ютятся армейцы – тайна за семью печатями. Этими фотографиями весной поделились сами военные. На них видно, в каких условиях им предстояло существовать. Сейчас ситуация немного улучшилась, но все равно солдаты жалуются на быт. Питаться приходится в соседней части. Почти километр пешком – три раза в день. Местную столовую настолько запустили, что тут пока только голые стены. Работа не в проворот. Весной помещение отапливали электрическими обогревателями. Сейчас делают центральное отопление. Ремонтируют и ангары. Но пока в них нет никакой техники. Закончить ремонт планируют осенью. А полностью – к концу года. Юрий Гальченко, Максим Шпат, Олег Шпак. Первый городской. Пляжное безобразие. Очередная попытка чиновников отмыть деньги может обернуться экологической катастрофой. Незаконно построенная буна в Крыжановке стала причиной застоя воды и размножения сине-зеленых водорослей. Теперь на пляже невозможно отдыхать. Вместо песка – залежи морской растительности. Вместо приятного бриза – зловоние гниющих водорослей. И так все лето. В проблеме разбиралась Екатерина Лапицкая. Раньше этот пляж был забит отдыхающими. Два года назад построили 200-метровую буну, и место для отдыха превратилось в зону пыток. В жаркие летние дни особенно невыносимо. Плотный слой водорослей моментально начинает гнить. Местные жители пытались решить проблему своими силами, но чистка берега помогает ненадолго. Мы их своими силами убираем, нанимаем КАМАЗы, трактора вывозить, организуем вывоз, уборку пляжа. Но мы не можем, мы не в состоянии. Оно каждые два дня, и опять нам мыло кину. Два дня, и опять, ну это уже просто невыносимо. Зловоние разносится по всему побережью и даже в частный сектор. Люди жалуются, чиновники все делают для галочки. Отдыхать на пляже просто невыносимо. Бона нужна была, чтобы укрепить берег, но вместо этого устроили экологическую катастрофу. Благодаря строительству этой буны здесь образовалась территория, где размножаются все болезнетворные микробы, зеленые водоросли, все что угодно. Из урода он один пляж, вернее он уничтожен, его просто нет. И сейчас угроза нависла над полосой пляжа, которая примыкает к лагерю «Молодая гвардия». Буна перекрыла морское течение. Теперь с одной стороны песок намывается чрезмерно, а с другой застаивается вода и плодятся бактерии. Буна, которая должна была быть в районе оползневой зоны, отсюда 500 метров туда, по всем разрешительным документам, по проектной документации, была пересена на 500 метров к границе города Одессы. Со следующей целью, чтобы буна намыла песок для двух гостиниц, которые уже фактически оказались в зоне моря. Предполагалось, что это поможет противоползневому характеру склонов, что здесь больше не будут заотламываться ломти. Соседний пляж полностью уничтожен. Берегоукрепительные работы провели из рук вон плохо. В итоге море смыло весь песок, а склоны продолжают разрушаться. Екатерина Лапицкая, Евгений Руденко, Первый городской. Между Одессой и Южным прорвало канализационный коллектор. Крупная авария произошла в районе села Визирка, недалеко от трассы. Последствия аварии ликвидируют ремонтные бригады и сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также задействована спецтехника припортового завода. Представители коммунальных служб говорят, что причина прорыва в износе железобетонного коллектора, который служит уже более 30 лет. Восстановительные работы продолжаются до сих пор. Специалисты говорят, на ремонт уйдет не один день. Город Южный от водоснабжения пока не отключили. Высшие чины ГИ ответили на вопросы одесситов по телефону. В областной госавтоинспекции провели день обратной связи. В основном дозвонившиеся пытались разобраться с частными случаями. Руководители профильных отделов пообещали, что без внимания не останется ни одна жалоба. Наибольшее неудобство одесситам доставляют дрифтеры, мотогонщики и неправильно паркующиеся автомобилисты. С нарушителями пообещали разобраться. Работу постов ГАИ проверить. Специализированные детско-юношеской спортивные школи Олимпийского резерва номер 2 присвоили имя Бориса Литвака. Выдающийся одессит проработал ее директором 37 лет. За это время школа стала одной из лучших в Украине и подготовила немало хороших спортсменов – баскетболистов и волейболистов. Как школа живет после смерти Литвака, расскажет Вадим Шпаченко. Внук Бориса Литвака Алексей – частый гость в спортивной школе, которая теперь носит имя его дедушки. Тут все напоминает о его делах, наставлениях и историях. Юношеская сборная Украины в 17 лет попал, а первый раз полюбил футбол он в 15 лет. То есть два года прошло от мечты до реализации. Очень быстро проходил этот этап от интереса к чему-то до реализации своей идеи. Николай Загорюк – заслуженный тренер Украины. В спортивной школе главный по волейболу. Под началом Литвака-старшего проработал 37 лет. Рассказывает, что в далеких 70-х в этой школе не было ни душа, ни туалета. Тренировки проходили в одном зале. Борис Литвак построил еще четыре. Он создал то, что есть сейчас. Как это удалось одному человеку, сложно даже себе представить. Потому что не до. И думаю, что и после ничего подобного, что касается спорта, не произойдет. Нынешний директор школы Алексей Зиберт называет Бориса Давыдовича не иначе, как учителем, вторым отцом и просто примером настоящего мужчины. Говорит, проблему школы хватает, но на фоне других подобных учреждений она выгодно выделяется. Сразу видно, что тут работал Борис Литвак. Место своего наставника Алексей Зиберт не занимал. До сих пор в кабинете Литвака все, как и при его жизни. Здесь он творил добро. И мы, в принципе, оставили кабинет таким, каким он был при его жизни. Это его рабочее место, где он работал. Здесь макеты того, что Борис Давыдович создал. Это и непосредственно наша школа, и центр реабилитации. За последние 40 лет эту спортивную школу не раз называли лучшей в регионе. Многие ее выпускники сейчас выступают за рубежом. Кумир этих ребят – Вячеслав Кравцов. Он играет в NBA. Это самая сильная баскетбольная лига планеты. Юные баскетболисты знают. С Кравцовым Борис Литвак когда-то общался так же, как и еще совсем недавно с ними. И это вдохновляет на новые победы. Он приходил, общался с нами, говорил, как у нас дела, ну и говорил нам, чтобы у нас были победы. Он всегда верил в нас. Сейчас тут познают азы волейбола и баскетбола более тысячи ребят. Всем не более 17 лет. И даже после смерти Бориса Литвака детей тут учат в первую очередь быть отзывчивыми и помогать друзьям в трудную минуту. От этого команда становится только сплоченнее и сильнее. Вадим Шпаченко, Андрей Кульба, Первый городской. Это было время Одессы на Первом городском. О событиях вам рассказывали наши корреспонденты и я, Антон Равицкий. Оставайтесь с главным каналом Одессы. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова